Здравствуйте! Это программа «Открытый диалог». С вами Николай Пивненко. Как известно, люберцы территория спорта. И в нашей программе к нам приходят самые разные представители самых разных спортивных направлений. Говорят о своих достижениях. У нас есть федерация, у нас есть, ну, свои герои, что называется, чемпионы самых разных, опять же, направлений. А сегодня к нам пришел руководитель спорткомитета городского округа Люберцы, депутат Совета депутатов городского округа Люберцы Владимир Владимирович Сурков. Здравствуйте! Здравствуйте! И говорить мы будем, как всегда, мы общаемся с депутатами. Как бы разговор состоит из двух частей. Начинаем мы с профессиональной работы, а потом уже поговорим о депутатской. Но сегодня немножечко мы видоизменим эту ситуацию, потому что весна – это всегда время такого обновления. И депутаты у нас работают круглый год, 24 на 7. Что сейчас самое сложное, когда неожиданно после зимы пришло лето для депутата? Наверное, больше число людей приходит чего-то спрашивать. Все правильно. Вы сказали, что весна дает какой-то скачок, активность, толчок. Люди выходят на улицу, смотрят, что происходит после зимы, какие есть пожелания, предложения. Конечно, очень много обращений. И благодаря той инициативе, которую мы проводим по четвергам, мы на регулярной основе проводим концерты для нашего старшего поколения, для наших жителей. Приходят все желающие. И там приходится общаться. Не приходится, а мы специально сделали такую форму общения, доступную меня как депутата к жителям и жителей ко мне как депутату. То есть принимаются предложения, жалобы, улучшения какие-то, которые мы в кратчайшие сроки стараемся исполнить и уже докладываем через неделю о выполненной работе тем жителям, которые к нам обратились. Достаточно эффективно и продуктивно это работает. И многие уже решили так многие свои вопросы. Ну, к депутатской деятельности мы вернемся чуть позже, потому что и депутаты совещаются, собираются. Проблем действительно, их всегда много, проблемы бытового уровня, человеческие, в общем, много-много вопросов. Но начнем мы со спортивного, потому что все-таки достижений много. И правда, программ у нас много здесь с разными ребятами. Тренеры приходят, руководители федерации. Вот, как руководитель спорткомитета, можно ли мы на сегодня сказать, что вы как бы удовлетворены тем развитием всех ваших коллег? Потому что где-то золотая медаль, а где-то бронзовая. Потом мы понимаем, что сейчас у нас еще есть проблемы со спортом с точки зрения, а санкции и прочих каких-то неприятностей. Как у нас обстоят дела? Ну, что хочу сказать. Как руководитель, конечно, я недоволен. То есть вам нельзя быть довольным. Нельзя быть доволен, потому что всегда есть, к чему мы хотим прийти, как это создать. Всегда возникают вопросы, которые в процессе возникают, и мы ставим новые задачи, новые перспективы вырастают, и мы стараемся встроиться, выстроить какую-то историю для того, чтобы улучшить, сделать в большем объеме, вовлечь больше нашего населения, занять физическую культуру, спорту, создать массовость, заинтересовать. Потому что очень сложно в нашей действительности, действительно, чтобы человек начал быть смотивированным, потому что есть другие какие-то вещи более важные, это работа, это быт и все остальное. Поэтому наша основная задача вовлечь, сделать условия для занятий физической культуры, спорта на территории всего округа, не только в центре города, но также и в наших поселках. У нас 5 стадионов, они все на сегодняшний момент приведены в стопроцентную готовность. То есть мы провели субботники, мы ждем наших жителей, для того, чтобы они уже приходили и активно занимались. Погода этому благоприятствует. Ну и, собственно говоря, 5 стадионов звучит. Это много или мало для городского округа? Как вы считаете? Это немного, но это хорошо. Стадионы в шаговой доступности в каждом поселке, потому что любой житель, где бы он не жил на территории округа, может прийти и позаниматься физкультурой. Там есть инструктора, которые профессионально окажут помощь и организуют занятия. А что вот входит сегодня в работу спорткомитета? Организация каких-то соревнований? Потому что мы же условно делим на любительский спорт или, скажем, просто на спортивный образ жизни и на профессиональный. У нас есть, значит, спортивная, это наша спортивная школа, три спортивные школы и дирекция спортивных сооружений. Спортивная школа – это спорт высших достижений, это дети, которые профессионально, на бесплатный... То есть они уже заряжены? Они заряжены на результат, они заряжены на победу. Там у нас работают тренеры, которые профессионально обесвечивают им эти занятия на бесплатной основе. Это спортивная школа. Дирекция спортивных сооружений, которая объединяет все наши стадионы, про которые я сказал, это инструктора, это та физкультура, это тот здоровый образ жизни, который вносится в население и наши жители занимаются. То есть те самые кружки, секции, да? Кружки и секции. Но они платные уже. Нет, также бесплатные. Мы говорим о муниципальных наших учреждениях, которые предоставляют возможность занятия физкультурой на бесплатной основе. Это одно из направлений комитета спорта – организовать эту работу и претворять ее в жизнь. Также нормативы ГТО наши жители могут... Это часто популярно. Это очень популярно. Я считаю, что для каждого человека это самооценка, это повышение своего... Но не каждый человек так рискнет самооценку-то свою повысить. Наверное, касается тех, кто все-таки более-менее занимается спортом. Нет, нет. Те результаты, те, скажем так, стандарты, которые прописаны в ГТО, позволяют... Не обязательно выполнить на золотой знак ГТО. Можно просто принять участие и выполнить на то, что ты способен. Но для тебя это определенная ступень в росте и в развитии. Ну и особенно для молодежи, среднего возраста, это же еще дополнительные баллы, например, для поступления. Да, для наших выпускников. У нас это дополнительные баллы. Об этом все знают. И у нас есть такая программа ГТО в ВУЗы. И сейчас мы запустили проект. Наш Люберецкий проект, он, я считаю, что он вообще индивидуальный. Не только Московская область, но и Россия. Это наши все жители детского возраста. Это первая ступень. Это наши жители, которые входят в детский сад. И в этом году пойдут учиться. То есть в школу с ГТО. Все наши выпускники детских садов сейчас сдают нормативы ГТО. И через три месяца они получат знаки того отличия, на которое они выполнили. Это в районе тысячи наших детей. В школу придут уже с первой ступени ГТО. Вот такой проект у нас работает. Звучит это красиво, хорошо, но трудно представить, чтобы все тысячи детей были этому счастливы, довольны. И их родители довольны, что кто-то их гоняет по ГТО. Нет, я скажу, что они счастливы. Тем более физической культурой, спортом они занимаются. То есть у них это в программу непосредственно. То есть это как бы спортивное направление? То есть ребенок это уже делает осознанно? Осознанно приседает, осознанно бежит. Он получает свой именной сертификат с выполненными своими упражнениями. Это элемент игры, который плавно переходит в элемент здорового образования. И все хотят, и все замотивированы. И когда они еще и получат знак, либо золотой, серебряный, бронзовый, действительно это будет мотивацией. И все, которые придут в первый класс, это будет мотивацией для второклассников. Ну да. И для третьего класса. Да, да, да. Ну, конечно, эту систему, видите, ее вернули из Советского Союза. Мы тоже, кстати, говорили здесь по поводу этого комплекса ГТО. Посмотрим, как он будет набирать обороты. Ну, а мы возвращаемся еще к системе соревнований. Потому что, опять же, есть у нас любительский спорт, где захотели, пошли, не пошли. Кстати, ребенок может что-то выбрать, здесь не понравилось, пошел в другую и так далее. То есть целый процесс. А вот система соревнований, спорта, выстраивания, да, там, какой-то футбольного первенства, волейбольного, гонгольного. Да, хочу сказать об этом, потому что на территории городского округа Люберс уже на протяжении многого периода времени, не один год, это уже 7-8 лет мы проводим. Стабильно. Стабильно, да. Мы проводим, если касаемо футбола, это футбольные чемпионаты и первенства во всех возрастах, как зимнего сезона, так и летнего. Количество участников не только Люберецкие, но мы также вовлекаем для того, чтобы ребята могли соревноваться и с другими муниципальными округами, к нам приезжают и хотят. Потому что, опять же, мы очень на хорошем уровне содержим инфраструктуру, наши футбольные, это наши поля, те же 5 стадионов. И они задействованы полностью на 100% во время летнего периода. Также и зимой мы проводим чемпионаты, большое количество команд, желающих, даже у нас, мы даже иногда ограничиваем, потому что, конечно, приоритет это Люберецкие команды. И наша основная задача, чтобы уровень футбола Люберецкая рос, а рос только на здоровой конкуренции. Поэтому соревновательный процесс, он должен быть постоянный, цикличен. Ну, конечно, спорта он есть. По-другому не будет результата. Понятно. Также есть у нас баскетбольные лиги, которые так же проходят, как и зимой, летом мы прерываемся, в основном начинается осенью, заканчивается к маю уже. То есть в зал, когда идете? Да, да. Когда зал, когда плохая погода, все наши баскетболисты, все любители, это выходцы наших спортивных школ, это ветераны, все играют в баскетбол. Играет эта лига, это команды, это, опять же, интрига, конкуренция. Тоже зарекомендовала эта лига себя очень хорошо. Большое количество желающих, также приезжают уже другие муниципалитеты. И то, что было 5-6 лет назад, этот уровень баскетбола, который сейчас любительские лиги показывают, очень высокий. Опять же, это наши показатели, к чему мы идем и ставим для себя. Еще хочу сказать, у нас очень хорошо развивается волейбол. Волейбол именно ветеранский. Также на постоянной основе в районе где-то 50-60 человек, 65 плюс мужчины занимаются у нас в Триумфе. Именно в рамках программы губернатора активного долголетия волейбола. Выезжают на всероссийские, даже международные соревнования и постоянно в призах. То есть у нас уровень ветеранского волейбола очень высокий. И занимающихся так же все больше и больше растет. Я понимаю, что сегодня на территории городского округа представлено довольно много самых разных направлений. По крайней мере, по тем гостям, которые к нам сюда приходили. То есть каждый может найти себе что-то. Более 70 дисциплин и видов спорта культивируются на нашем городском округе Люберцы. Буквально могу поделиться. Вчера была встреча у меня с руководством Всероссийской Федерации по нардам. Даже нарды? Даже нарды. Сейчас идет регистрация в Министерстве спорта как дисциплины, как виды спорта именно нарды. И также я вышел с инициативы, как руководитель комитета спорта, провести в Люберцах уже в мае Open Люберцы соревнования по нардам, по длинам. Сейчас разрабатывается положение совместа с Российской Федерацией. В пятницу встречаются с областной федерацией. То есть Люберцы станут еще центром нард. Что звучит даже необычно. Необычно, но я посмотрел, как сейчас это проводится. И достаточно интересно. Большой охват в нарды играет у нас очень много людей. Хорошо. Ну вот такой вопрос в плане Московской области. Вы, напомню, депутаты еще к тому же. Поэтому тут еще и такие государственные вопросы, и вопросы жителей решаются. Насколько мы хорошо себя зарекомендовали по сравнению с другими участниками, с другими регионами Московской области? Ну, в рамках результата по спорту, да, мы хотим сказать? Ну, по спорту я имею в виду не количество, может быть, медалей. Вообще, как мы чувствуем себя как спорткомитет, как город, который действительно называют городом спорта? Да. Наша работа достаточно динамичная, и она заметна на фоне других муниципальных округов. Об этом говорит и министр спорта, об этом говорят и министр спорта даже Российской Федерации. Потому что у нас есть такие проекты, которые мы начали уже достаточно давно, и об этом мы уже с вами разговаривали. Это строительство физкультуры, основатель фоков на территории общеобразовательных школ. Самое главное для спорта – это создание материально-технической базы. Хотим мы заниматься, не хотим, но если нет материально-технической базы, ты будешь заниматься, но результата ты не дашь. Потому что должна быть, конечно, специализация по тем направлениям, по которым ты хочешь засечь каких-то результатов. Поэтому вот этот проект наш, который мы сделали совместно с федерациями, с администрацией, вовлекли в этот процесс именно наших люберецких спортсменов, нашей федерации. То есть фоки строит наша федерация, которая 5 лет назад были учреждены, были созданы объединенные секции, клубы. Такая федерация, как, допустим, спортивные гимнастики, федерация самбо. Все руководители к вам приходили, вы их очень знаете. Потом Дмитрий Кудинов, Спартак, клуб буквально. Не раз был уже здесь. Да, не раз был. И очень интересные показатели. То есть за 4-5 лет с объема 200 детей он вырос там уже за полторы тысячи. Скачок. Да, скачок. И количество занимающихся растет. И плюс строительство своего манежа на территории общеобразовательной школы. Действительно, это уже, я считаю, серьезно. О чем-то говорит. Да, о чем-то говорит. Ну вот хорошая концовка у нас для первой части. Второй уже будет у нас плавный переход от спортивной. Хотя мы никуда все равно не денемся, в хорошем смысле этого слова. Но депутатская работа, потому что в гостях у нас Владимир Владимирович Сурков, депутация, это депутатов городского округа Люберцы и руководитель спорткомитета городского округа. О спорте мы много поговорили, а в второй части уже будем говорить еще и о другой деятельности нашего гостя. Дождитесь продолжения. Напомню, что это программа «Открытый диалог». Владимир Сурков, здесь у нас в студии депутат, это депутатов городского округа Люберцы, руководитель спорткомитета округа. В первой части мы говорили о спорте, и это действительно видно, понятно. И, собственно говоря, вы, кстати, еще там не коснулись строительства стадиона, торпеда, да? Вы же, наверное, тоже там как лицо непосредственно, потому что мы даже успели там поснимать часть, вот когда готовили фильм про Гагарина, ходили еще по, теперь уже получается, старому стадиону, да? И как там идут дела? Какой-то особый будет стадион? Нет, стадион для нас, то, что было и станет, конечно, особой. В первую очередь это 8 беговых дорожек, что позволит проводить всероссийские соревнования по легкой атлетике на европейского и международного уровня. Это важно, и это было заложено сразу в концепцию, а не делать 2-3 дорожки, где мы не проводим, ну, не сможем ничего провести, а сразу заложить то, чтобы по-настоящему легкие атлеты к нам приезжали и проводили соревнования. Приезжая в Люберцы, значит, будет мотивировано наше отделение по легкой атлетике в спортивной школе Олимпийской резервы, и наши ребята, никуда не выезжая, будут повышать свой уровень, участвовать в всероссийских соревнованиях, входя в сборную команды России. Это очень важно. Полис подогревом. Да, вы видите, как я чувствовал. Полис подогревом, конечно, уникальная вещь, то есть даст нам возможность все сезоны заниматься на этом футбольном поле, потому что Люберцы – это территория футбола. Самое большое количество занимающихся, это, конечно, футболисты. У нас их специализированная в спортивной школе. И такие, и такие, и даже вот такие. Да, и ветеранское движение у нас футбольное очень хорошее и крепкое. И мини-футбол у нас. И мини-футбол у нас. Футзал теперь, да. И футзал, и триумф, и все. Мы футболисты, поэтому имеет такой стадион, такой многофункциональный. Плюс у нас там будет физкультурно-оздоровительный комплекс ФОК. Также спортивный, с волейбольной, баскетбольной площадкой, плоскостной на территории ФОКа. Также будет зал тяжелой атлетики с разными весами. Мы будем заниматься фитнесом. То есть многофункциональный ФОК, он также позволит расширить. И это действительно будет центром, ядром нашей спортивной жизни. Мы посмотрим, потому что место такое вроде как интересно. Ну, исторически, да. Тем более мы стадион развернули. То есть теперь он так? Да, теперь он так. В связи с тем, что солнце было выбрано раньше неправильно, а сейчас мы нас корректировали, подправили, подделали. Вовремена пошли. Захотели, развернули стадион. Захотели, да. Ну, кстати, чего говорить. В Сочи я там был, когда четвертьфинал был на России и Хорватии. И он же вообще-то уже там просто все отъехало, заехало. Хотите такой, хотите такой. Ну, это сформированный такой же. Да, да, да. Но мы в данном случае все-таки в Сочи это будет чемпионат мира. Ну, а у нас, почему бы потом не провести какой-нибудь чемпионат мира по какому-нибудь другому виду. Но то, что видно, что наконец-то им не просто решили заняться, а заняться, что называется, с головой, это хорошая история. Ну, поживем и видим. Наверное, же будет презентация. Когда планируется? Ну, к концу года мы уже увидим все то, что есть на стадионе. Это ФОК, это футбольное поле, это беговые дорожки. Сейчас даже уже можно видеть, что это уже все вырастает. Потому что основная работа, которая была, это коммуникации. Их как бы не видно, но они занимают большое время. Сейчас эта вся работа сделана. Сейчас уже стадион начинает вырастать. Называться будет «Торпеда». «Торпеда» будет написано там. Красиво, как сейчас модно. Хорошо. Депутатская теперь деятельность, потому что, Владимир Владимирович, у нас депутат, как известно. Как часто сейчас увеличилось число совещаний депутатов в связи с весной, плавного перехода в лето? Ну, сказать так, чтобы не увеличилось, но есть плановые совещания, они проходят. И поэтому нет. Все в штатном режиме. Вы в какой комиссии? Я в комиссии спорта и в комиссии бюджета. Да, вот вторая комиссия, ведь как удобно. Поэтому и спорт, может быть, хорошо у нас развивается. Являясь депутатом второго округа, это поселок Калинино и вот эта центральная часть. Давайте сразу напомним нашим телезрителям. Понятно, что сегодня можно найти в интернете, но тем не менее, как вы принимаете, где у вас прием, где лично можно посмотреть вам в глаза и задавать вопросы? Посмотреть мне в глаза можно каждый вторник. Здесь в Триумфе. Мой кабинет находится здесь, поэтому мне удобно принимать и нашим жителям также приходить сюда. Также я делаю выездные свои совещания на территории нашего округа. На постоянной основе, можно сказать, на еженедельной я провожу встречи на территории округа. Много есть обращений, тем более сейчас весна, как мы уже сказали, активность повысилась. Мы выезжаем на места и решаем те вопросы, которые возникают у наших жителей. Ну вот какие вопросы? Какие сейчас? Ну вот, допустим, буквально на этой неделе я приезжал, было подключение кабеля к жилому дому, да. То есть надо было посмотреть, есть ли счетчики, нет, жители запереживали, что они платят за электричество за счет коммерческой какой-то структуры, да, которую пользовались. Посмотрели, проверили, нет, счетчики есть, все нормально, успокоили наших жителей, работа идет дальше. С какими еще вопросами? Допустим, ну сейчас вот вопросы ограждения, допустим, территории двора, да, потому что есть проездные дворы, где наши, условно, таксисты, сокращая свою дистанцию, иногда ездят через дворы. Просто как... Ну, объездная какая-то история. Также встречаемся, решаем, ограничиваем, выносим на комиссию по транспорту. Шлагбаум, да. Ну где-то шлагбаум, где-то просто мы передвигаем, ну, закрываем движение, если есть выезд и проезд для скорой, позже для пожарников, даже не ограничивай, да, потому что мало ли какие-то нештатные ситуации, мы тоже не должны здесь противодействовать. Такие вопросы. Ну сейчас еще, наверное, пойдет вот благоустройство, да, деревья, покраски. Благоустройство, потом нужна земля, буквально там вот обращается для клумбы, хочу цветочки посадить, мы тоже эти вопросы решаем, находим возможность, чтобы во двор привезли машину земли, да, это нормально, это хорошо, и это нужно. Ну это, скажем так, вопросы, которые, ну как вот тоже у нас есть вечный вопрос бытовой, это ЖКХ, да, все, что с ним связано, вот, но чем отличается зима от лета, скажем так? Есть какое-то отличие? По работе депутата? Депутата, да. Когда сложнее, скажем так? Или это трудно так вот сравнить? Везде свои особенности. Ну, как к этому относиться, да, я, как сказать, я вот по себе, да, то есть мы работаем 7 на 24, 24 на 7, то есть мы постоянно на связи, существует телефон, мой отдельный депутатский, где есть помощник, и принимаются все звонки, независимо от времени. И мы всем помогаем, да, любая ситуация, потому что, ну действительно, человеку очень сложно, да, ну дойти там до администрации по каким-то своим субъективным, объективным причинам. То есть мы принимаем, решаем, приглашаем, выезжаем. А вот есть чувство такое, что больше стали доверять депутатам? Потому что, ну, чего греха таить, некоторые люди живут себе и живут, и даже не в курсе, ну, они знают, что депутаты есть, но никогда к ним не обращаются. А оказывается, депутат может решать вопросы. Все зависит опять от депутатов, то есть все, насколько ты к этому относишься и как ты хочешь. То есть народная молва донесет, если что, да? Да, да. Лучшая реклама. Лучшая реклама. И как я уже сказал, у нас вот есть проект активного долголетия, который каждый четверг мы проводим мероприятие для наших жителей. То есть количество жителей, которые приходят по четвергам к нам от 200 до 300, иногда до 400 жителей на регулярной основе каждый четверг приходит к нам на концерт. Это есть не только концерт, это и мое прямое общение с нашими жителями, то есть выходя перед концертами, я с ними общаюсь, разговариваю, потом вне концерта, во время концерта ко мне подходят, жители также обращаются, мы принимаем это все и даем обратную связь. Самое главное обратную связь, не только принимать и слушать, но надо что-то еще исполнять и помогать, тогда это будет все хорошо, тогда это будет унисон и будет видна работа. Поэтому то количество людей, которые сами приходят каждый четверг, это было 15-20 человек год назад, сейчас это 200, 250, 300, 450. Ну и каждый из них потенциально рассказывает, приглашает кого-то еще, там где хорошо, люди же придут, там где плохо. Было бы плохо, это бы не работало. Так бы осталось, или вообще никого не осталось бы. О чем речь. Хорошо, что еще сейчас входит, ну вот вы были на совещании депутатов по округу, так может приоткройте тайну, что сейчас такое у депутатов? Ну основное, это принятие бюджета на текущий год, это основное, основополагающее. Тем более комиссии бюджета вы составили. Да, в комиссии мы рассмотрели, все приняли, а сегодня было утверждение на совете депутатов данного бюджета. Потому что это документ, который дает возможность работать. Утвердили? Утвердили, начинаем работать. А правда, что все-таки депутаты, там немножко борьба идет хоть какая-то, в том смысле, что дайте на наш участок больше денег. Там же ж наказы, как-то это же регулируется, что мы делаем? Там не так, как вы говорите, то есть дать денег на участок. Нет, есть основные направления деятельности муниципального округа, по которым распределяется бюджет. То есть этот бюджет мы утверждаем. То есть есть основные вещи, даже строительство нашего стадиона, это тоже мы принимали, потому что финансирование идет муниципальное, есть, понятно, субсидии федеральные. Ну, а всегда... Ну, ремонт подъезда, например. Мы же понимаем, что мы не можем в каждый подъезд отремонтировать, а частями как? Нет, ну это уже направление управляющей компании ЖКХ, то есть есть предложение, которое формируется намного раньше, до бюджета. В августе предыдущего года это все формировалось, все выносилось, все обсчитывалось и потом уже принималось. Потому что это достаточно серьезный документ, он в один раз не принимается. В один раз не принимается, да, но у нас и в Госдуме, это единственный, по-моему, документ, который не три чтения проходит, а даже четыре может проходить. Все правильно. Вот, Владимир Владимирович, вернемся к нашим еще людям, судьбы персональные, иногда, что называется, люди не только с проблемами приходят, иногда вот просто видно, что надо как-то человеку помочь. Ну, понятно, что у депутатов уровня, Совета депутатов городского округа своих средств нет, в смысле, разве только своими, да. Но, тем не менее, у вас есть еще связь с депутатами областной думы и депутатами Госдумы. Вот работает сегодня эта система, и если, например, человек столкнулся, ну, действительно, с какой-то серьезной проблемой, вы ее на своем уровне то ли решили, то ли, ну, действительно, не хватает у вас полномочий, и вы ему помогаете как-то обратиться к депутату другого уровня. Такое бывает? Такое бывает, и наша работа именно вот с областными депутатами, она есть, также с депутатами Госдумы, те вопросы, которые, конечно, выходят за наши рамки, мы не можем, мы выносим, и буквально на каждом Совете депутатов присутствует депутат областной думы нашей, вот, и у нас четкое, хорошее понимание нашей команды, и мы идем на результат. То есть все вопросы, которые могут возникнуть, если, опять же, повторюсь, на нашем уровне это не решается, конечно, мы выносим, и все быстро это возникает. Даже недавно обратилась женщина, год семи, вы же знаете, да, конечно, женщина... На трюм все это видно, что год семи. Да, 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 обратили внимание, красиво, правда? Увидел, ведь сработало. Да, да, сработало. Это наши спортивные семьи, многотетные, которые... Вот действительно на них приятно посмотреть, и понять, что в Люберцах действительно... Ну, кстати, хорошая идея, это можно не только в спортивной семье, можно вообще на уровне города. Это на уровне города, сейчас вот поверхности начнут уже разрастаться, и этот город увидит своих героев, спорта в семье. Приходила женщина, она работает в муниципальном учреждении достаточно давно, многодетная мама, четверо детей, живет в общежитии, вот, такая проблема. Обратилась к нам, мы вышли с инициативой, я, непосредственно, как депутат на администрацию, подготовили соответствующие документы, они подтвердили, что действительно они не имеют никакого больше жилья, четверо детей, поставили в очередь, и сейчас буквально, ну, в кратчайшие сроки будет рассматриваться вопрос о выделении им в жилплощаде. То есть, вот такие вопросы, да, ну, житейские, обычные, но они очень важны для жителей, если они уже обращаются, мы должны. А в бюджет, я так понимаю, и вопросы, ну, касающиеся вашего, скажем так, уровня, потому что, ну, у нас продолжается ремонт в городе, не ремонт, вернее, строительство дорог, да, самых разных направлений федерального значения и так далее, но есть и какие-то фрагменты, которые тоже идут на благоустройство города, они тоже учтены в бюджете, я так понимаю. Конечно, однозначно, город не может существовать без бюджета на те же уборки, на вывоз музора и все остальное. Конечно, это все учитывается и все это принимается. Ну, посмотрим, потому что сейчас, вот, как ни странно, так можно сказать, в кавычках, за кавычках, такое грязное время, с точки зрения снег сошел, и сейчас все это видно. Ну, это везде так, это переходной. Субботники. Субботники у нас уже в плане. То есть, к 1 мая все должно быть вылизано, по идее. Так уже происходит, уже все происходит. Мы, допустим, по спорту, на территории спорта, все объекты уже... Это-то да, ведь... Не, и город так же там. До них же добраться нужно еще. Мы уже в субботу... Согласен. В субботу уже выходим тоже, да, уже в город. У нас есть свои территории, которые мы обеспечиваем уборкой. Поэтому буквально 2-3 недели, потом пройдет дождь, листва обоззеленее, это будет все чисто. Ну, и, конечно, летом еще можно заниматься, как мы уже выяснили, на стадионах, которые есть, и ждем, конечно. И площадки, которые у нас есть в наших... Ну, и, наверное, праздник спорта будет, помнится мне, даже здесь проводился у нас, недалеко от администрации. Владимир Владимирович Сурков, руководитель спорткомитета городского округа Люберцы. Депутация – это депутаты городского округа Люберцы. Какой такой оптимистичный у нас эфир получился, что хорошо. Хорошо. Ну, наверное, так и должно быть с человеком, который активно руководит спортом. Желаем вам и всему вашему коллективу успехов. Ну, и побольше нам достижений не только спортивных, но и на Ниве депутации. Мне кажется, что депутат получает удовольствие, когда выполняется какой-то особо трудный наказ. Правда? Есть же такое? Да, есть такое. Когда что-то происходит, и действительно, ты видишь того человека, который пришел к тебе с какой-то просьбой, и мы ее удовлетворили и выполнили, когда он уже потерял всю надежду. Конечно, дорогого стоит, и нам очень приятно так работать. Ну что ж, это была программа «Открытый диалог». С вами был Николай Пивненко. Всего доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова